Вы смотрите и слушаете Радио Свобода и телеканал Настоящее Время. Свобода в клубах в Киеве, в киевской редакции украинской службы Радио Свобода и на фестивале Киевские Лавры. Я приветствую студию писателя Владимира Рафенко и литературного критика Юрия Володарского, одного из модераторов фестиваля, я правильно ее рассказала, и организатора дискуссии круглых столов. Я бы сегодня хотела вернуться к разговору о языке, о языках, о языках литературы. Но, собственно говоря, у нас несколько оснований. Во-первых, вышел журнал «Шо» в этом году, а журнал «Шо» и его главный редактор Александр Крабанов имеют прямое отношение к фестивалю Киевские Лавры и Владарский как редактор и автор журнала «Шо» этого номера. Это все-таки только автор на редакторе. Нет, редакторой «Шо» я не занимаюсь. Язык врага и враг речи, называется этот прекрасный номер, и, конечно, несколько статей в нем посвящены проблемам языка и речи во время войны, во время военных действий. А на фестивале Киевские Лавры, собственно говоря, состоялся круглый стол под названием современной украинской литературы, языками национальных меньшинств. Это навязанная проблематика или судьба. Но, впрочем, на этом круглом столе разговор все равно завелся к отношениям украинской и русской литератур, языков, речи вообще, дискурсы, если угодно, и способы мышления. Меня интересуют здесь несколько вещей. Во-первых, я считаю крайне разумной статью Виктории Нарижной «Язык во время войны», где она, собственно говоря, напоминает нам и о законах, о языке, которые вызвали такой раскол в обществе, и о том, что на минуточку на востоке Украины воюют за украинские идеалы и за украинскую свободу люди, говорящие по-русски. И основные, так сказать, волонтерские движения, связанные с помощью фронту, они тоже находятся в восточных регионах страны, которая не отказывается от своего русского языка, хотя начинает изучать украинский и так далее, и так далее. И, собственно, одно из заключений Виктории состоит в том, что зрелость украинского общества, видимо, будет измеряться в том числе и толерантностью к использованию русского языка, по крайней мере, в литературном пространстве. Значит, с другой стороны, наша с вами коллега Мария Галина, участница «Круглого стола», вчера сказала, что хочешь затеять скандал в Фейсбуке, напиши что-нибудь по языковой проблеме. И она, видимо, права. Ну, и в общем, еще один, конечно, ужасающий почти момент, о котором Маша вспомнила, это то, что, вообще-то, так сказать, с целью защиты русского мира и русского языка началась русская весна. И российская пропаганда во многом, ну, так сказать, спекулировала на теме, что русский язык, значит, преследуется или там как-то не дают на нем говорить. Ну, в общем, что-то вот в этом духе. Давайте вот, по крайней мере, вот эти вот острые вещи обсудим. Юра, дискуссии нынешние, они по-прежнему такие буйные, которые были, например, еще год назад в связи с различными там законодательными инициативами и с периодическими постами ваших коллег. Или сейчас все-таки дискуссия русский-украинский, а также я бы хотела поговорить прямо про венгерский, русинский, славянский, польский в Украине. А по-прежнему эта языковая дискуссия такая ужасная и доводит людей до драки и расфрендов. Тут несколько аспектов есть. Можно начать с конца. Я вынужден сказать, что по поводу венгерского, румынского, крымско-татарского. И каких-либо других языков, национальных меньшинств или коренных народов, тут можно по-разному называть, использующих вот свои родные языки, я не могу сказать почти ничего. Известна острая реакция, скажем, в Венгрии на закон об образовании. Совершенно верно. И эта реакция, мне кажется, была неизбежной, потому что всегда, когда меняется некий статус-кво, кто-нибудь недоволен. Вот раньше было образование на венгерском языке, в средней и старшей школе, а теперь с этим некоторые трудности будут через несколько лет. Есть некоторые детали у этого закона. Они действительно редуцируют часы обучения на венгерском, то есть родном, но не убирают его полностью. Да, то есть там, пожалуйста, преподаваются на языках меньшинств в младшей школе, в средней уже как-то и так и сяк. А старше нет. А все обучение в вузах должно быть на украинском языке. Проблема, насколько я помню, вот такой острой реакции со стороны Венгрии была в том, и венгерских сообществ, прежде всего образовательных сообществ, в том, что молодых людей не готовят к поступлению в венгерские вузы, что, в общем, ну, как бы имелось в виду. Ну, тут я опять-таки вынужден сказать, да, что я достаточно далек от этой темы. Вот, и я не слишком внимательно читал этот закон, поэтому я начал именно с этого, чтобы сказать, что тут я недостаточно компетент. Окей, окей. Я еще раз говорю, что этот спор все равно в основном переходит в отношения украинского и русского языков. Безусловно. Что касается ситуации с украинским и русским языком, то здесь я вынужден судить по себе любимому. Что произошло? Определились позиции, произошел раскол, случились все эти многочисленные расфренды. Это вы имеете в виду в письменном сообществе? Я имею в виду то, что происходит в Фейсбуке. Писателей, критиков, читателей, близких. То есть, радикалы, языковые радикалы, которые настаивают на тотальной украинизации, просто вот сейчас мне практически в Фейсбуке не видны. Интернет-сообщество раскололось на разные круги. И эти круги мало пересекаются между собой. Точно так же, как есть наверняка какие-то пророссийские круги в украинском интернете, где-то они присутствуют, но я их просто не вижу вообще. То есть, все замкнулись. Сейчас склок вокруг меня, то, что я вижу в ленте, их стало гораздо меньше, но не по той причине, что вопрос решен или сглажен как-то, или тема перестала быть актуальной, а просто уже все переругались. Все уже достаточно переругались и отдалились друг от друга. И теперь находятся в неких таких своих комфортных сообществах, если и не полных единомышленников, то почти единомышленников. Споров стало гораздо меньше. Я не знаю, хорошо это или плохо. Хорошо, потому что чем меньше люди ругаются, тем, наверное, лучше. А плохо то, что проблема-то никак не решена. И решена она, наверное, не будет. И возникает вот это взаимное ожесточение, неприятие позиций друг друга. Вот такой вот раскол в обществе, потому что раскол в Фейсбуке является свидетельством раскола в обществе. А почему проблема не будет решена? Проблему эту решить нельзя. Вообще, в принципе. То есть, какой язык будет главным? Если Украина, слава богу, будет существовать и дальше, если нынешняя власть и еще та власть, которая за ней придет, не угробят ее, потому что то, как себя ведет нынешняя власть по отношению к стране, это очень печальная история. Но это отдельный разговор о том, что все... Вы имеете в виду, что официальные проблемы не лишены? Это проблемы реформ, которые у нас... Реформы, тормозящие реформы. Реальные реформы — это вывеска. Это чтобы Запад успокоился и давал нам деньги. Реальных реформ, к сожалению, гораздо меньше, чем должно быть. Да, так вот, если Украина продолжит свое существование, дай бог, то, безусловно, основным языком в ней будет украинский. Это нормально, это естественно. И процесс украинизации — это тоже, наверное, нормальный и естественно. Вопрос в том, как его вести. И при том, что вот это нормально и естественно, но русскоязычный человек, безусловно, в той или иной степени будет чувствовать себя как-то обделенным. Дискомфортно. Это неизбежно. И какую-то часть дискомфорта, я думаю, вменяемые русскоязычные люди, готовы принять, готовы терпеть. Когда-то я считал, что положение о том, что украинский язык единственный государственный в стране, это не очень хорошо. Потом я пришел к тому, что окей, да, наверное, это правильно. Все зависит от того, как это положение применяется. Вопрос о лидерстве языка не стоит. Стоит вопрос о том, насколько и каким образом будет редуцироваться русский язык. Какие это будут меры. Если эти меры будут неплавные, непостепенные, неаккуратные, а резкие, как сейчас предлагается в законопроекте 5670D, то последствия могут быть самыми печальными. Давайте, Володя, послушаем. Володя, вы человек, который получил известность как русский писатель, то есть русскоязычный писатель, я не знаю, как правильно сказать, и награжденный премиями в России, и печатавшийся хорошо в России, и вы переезжаете из Восточной Украины с началом военных действий, вы переезжаете в Киев, и вы переходите на украинский язык, как язык своего письма. Я правильно говорю, Юра и Володя? Это делается как сознательная политическая такая воля ваша? Это ваш новый проект? Это, ну, я не знаю, это вызов, это эксперимент? Что это для вас, прежде всего? Или это естественный ход жизни таким веером развернулся перед нами? Ну, как сказать, конечно, если бы не вся эта ситуация, которую организовала тщательно Россия, я не знаю, осталось ли в жизни бы моей вот такое плотное и настолько осознанное знакомство именно с языком с украинским, как языком моего личного общения, на котором я, в общем, поскольку живу несколько отдаленно, я большую часть, вообще-то, говорю по-украински, вот. И сознательно, там, при меня, потому что я пишу сейчас текст художественный, я пишу роман, заканчиваю роман на украинском языке. И у вас уже есть издатель? Вы уже планируете издатель? Я думаю, что если я напишу роман, у меня не будет проблем с издателем. Но у вас же уже вышел роман по-украински, я правильно? Нет, он вышел одновременно по-русски и в переводе Марьяны Киановской. Он был переведен, и одновременно там была разница в 2-3 недели. В разных издательствах. Это старый лев Львов и фабула Харьков. Издали на языке оригинала, издали в переводе. Во Львове по-украински в переводе Марьяны? Да, а Харьков издал по-русски. Ну а написать текст по-украински я замыслил еще как-то, когда сюда приехал 4 года назад. Я тогда двух слов по-украински связать не мог. Я никогда на нем не говорил, и я его не знал, как язык разговорный. И вот за эти годы я как бы сознательно шел по этому пути, потому что язык совершенно непростой. И несмотря на то, что я обращаюсь к словарям, и у меня, слава богу, есть достаточно обширный и очень интеллигентный круг людей украиноязычных, для которых украинский язык родной, все равно я думаю, что по большому счету мне еще лет 5-7 надо учить язык для того, чтобы сносно и в писательском смысле слова им владеть. Тем не менее, как бы я решил писать, ну потому что, тут много потому что. Потому что, во-первых, я видел этих людей, которые пришли в мой родной город с автоматами защищать меня от моей страны. И от ущемления русского языка. А я там прожил на тот момент 46-45 лет, и никогда мне никто слова не сказал по поводу того, что я не умею говорить по-украински, пишу и общаюсь исключительно по-русски. Никогда никто. Понимаете? И тут приходят они, и они говорят, что они пришли меня защищать. Ну, эти вежливые человечки. Ну, они были не очень вежливые. Не очень вежливые, но люди с автоматами. Я их видел, да. Говорящие по-русски. Да, я покинул город до начала боевых действий. До начала боевых действий осталось там почти полгода. Потому что все понятно было. Я их увидел, да, они только вошли в город, все. Я отставил даже семью, и в течение семи дней я уехал вот к Юрию Володарскому искать здесь какое-то. Потому что здесь, кроме меня, вот знакомые были, один раз виделись до этого. Никаких друзей у меня не было. То есть и 200 долларов денег, и две сумки с летними вещами. Вот, и вот этот факт, что меня, вот они, вот эти вот, они пришли меня защищать, и фактически, как бы, совершенно, это вот, знаете, тут бандитские, мафиозные вещи, да, теперь мы будем тебя защищать от нас, фактически, да. Вот они пришли, я посмотрел на них, я посмотрел, больше ничего мне рассказать не надо. И я приехал, я с первого дня начал с украинскими, с украиноязычными людьми пытаться говорить по-украински. Потому что так, это мой личный выбор, понимаете. Я не могу, я не военный, я филолог, человек уже не очень молодой, да, я не могу, я не знаю, что еще могу сделать, да. Вот, но вот это я могу сделать. Это мой личный выбор, да. И я не хочу, не буду, то есть, мне некоторые люди, как бы, вот, закидывают, значит, зачем ты, вот, и так далее, и так далее. Да потому что так надо. Внутри для меня это абсолютно осознанный и единственно правильный выбор. И я, конечно, я не оставлю русский, вот. Я буду писать и на родном языке, потому что он мой родной язык. Но если у меня получится, если литературное сообщество, прежде всего, мои друзья, украиноязычные писатели, люди очень грамотные, они почитают. Если они одобрят его, если это будет изданное, получит хотя бы какое-то сносное одобрение, я буду продолжать писать по-украински. Потому что мне это необходимо лично. Потому что я первый год, говоря по-украински, я чувствовал, что мне становится физически легче. Это было лекарство просто, понимаете? То есть, настолько вот эти ребята, пришедшиеся в томатами, травмировали вас? Понимаете, вот я понимаю, что, может быть, со стороны, вот, может быть, там, вот Юра вчера рассуждал о конъюнктурном поведении, там, еще что-то такое. Ну, это было я тебе. Да, может быть, кто-то, может быть, кто-то думает по поводу меня какие-то такие вещи. Ну, конечно, я же не могу всем и каждому, и не считаю нужным, что такие какие-то вещи объяснять по поводу себя. Вот. Но я вот сейчас, поскольку разговор вот такой у нас хороший и медленный, вот я могу сказать, что как бы это ни выглядело со стороны, да, это началось как самолечение и продолжилось уже как абсолютно осознанное, единственное возможное для меня действие в мире. Как человека, который писатель просто, просто филолог, причем профессиональный русский филолог, да, для меня вот это все, вот это единственное возможное и правильное действие, которое я могу делать в мире. Я не любитель фейсбучных драк, я там использую фейсбучную страницу только для того, чтобы там объявить о собственных лекциях или еще что-то такое, да. Я не терплю, я вообще очень мало общаюсь и не люблю общаться, я интроверт, понимаете. Для меня это каждый как... Я вам благодарна, что вы преодолели это твое качество сегодня ради нас с Юрием. Я никому не хочу ничего доказывать и доказывать не буду никогда. Я буду просто делать то, что я считаю нужным. Я считаю нужным говорить по-украински, я считаю нужно писать по-украински, вот. Не забывая своего родного языка. Вот нынешние проблемы с русским языком, попытки жесткой украинизации, связаны именно с приходом вот этих людей с автоматами, которые пришли защищать язык. В армии, конечно, военных, якобы, да. В результате это все привело к прямо противоположным вещам. То есть из-за их прихода русский язык стали называть языком врага. Для меня это абсолютно неприемлемое определение, но тем не менее, прежде всего вина лежит на них. К названию журнала я еще раз отсылаю, потому что это уже мем. Это уже мем, русский язык врага. Эту фразу когда-то написала в Фейсбуке, опять-таки, Ирена Карпа. О том, что а как вообще вот вы, ребята, общаетесь на языке врага. И сразу же была жесткая реакция. Эта фраза стала мемом, действительно. И достаточно большое количество людей, радикально настроенных, эту позицию разделяет. При том, что ее не разделяет уже сама Ирена Карпа. Ее мнение изменилось, слава богу. Ну, Ирена мастер карикатуры, как мы знаем, мастер хлесткового такого слова и эпатажа. При том, что она сама, конечно, довольно гибкая и широких взглядов вообще-то девушка. Значит, Володя и Юра, я как раз хочу спросить. Вы, Володя, сказали, что вы общаетесь близко с украинскими пишущими интеллектуалами современными. Но мы даже знаем одного из этих интеллектуалов, это Андрей Бондарь. А спорите про, ну, вот на эту вот тему, какой язык русский, украинский? Потому что Андрей, насколько я понимаю, он такой проукраинский, если не радикал, то сторонник того, что побольше украинского языка должно быть в общем дискуссионном поле. И с русскими можно подождать. Я очень огрубляю эту ситуацию. Ну, вот, ну, что называется, домашние споры или дружеские споры на эту тему бывают? Или как вообще дискуссия происходит? Ну, я, на самом деле, мы давно не говорили на эту тему. И вообще, как бы, мы, когда дружеские общаемся, у нас какие-то такие вещи. Я, насколько я понимаю и насколько я вспоминаю годичные данности какой-то разговор, который, по-моему, я даже начал. Я гораздо более радикальных взглядов придерживаю, чем Андрей Бондарь. И это бывает с интеллектуалами с Востока Украины. Вы не первый человек, который бежал оттуда. Я специально и ровно по причине захода. Я не хочу озвучивать даже, потому что я не политический деятель, я не общественный деятель. То, что я считаю нужным на моем личном уровне, в моей жизни, я делаю. Я никогда не буду озвучивать свою позицию, но я думаю, что она радикальная. Отличается в смысле, я бы гораздо более жестко поступал, если бы это действительно зависело от принятия, решение зависело от меня. Понятно. Есть вещи, о которых мы просто предпочитаем не говорить. Мы давно с Андрюшей определились, что мы придерживаемся разных позиций по этому вопросу. У нас были споры, переходящие в ссоры, переходившие в ссоры. У нас были расфренды и баны на Фейсбуке. После чего мы тихонечко пришли к выводу, каждый сам по себе, что это то, чего лучше не трогать. Я не реагирую на тексты Андрея, связанные с языковой проблемой. Андрей не реагирует на мои тексты, связанные с языковой проблемой. Тем более, моих текстов в последнее время почти-то и нет. Я перестал с некоторых пор писать публицистику. Мне кажется, что я достаточно уже высказался. Мне кажется, что меня хорошо поняли и единомышленники, и противники. Одним мне нечего доказывать, вторым я ничего не докажу. Давайте еще раз повторим, для людей, которые видят нас и слышат нас впервые, вы, условно говоря, на позициях защиты прав русского языка в Украине находитесь. Мне немножко не нравится такая формулировка. Окей, я сознательно огрубляю, давайте разобьем. Меня не устраивает дискриминация по любому признаку. Понятно. По какому-то быту ни было. Понятно. Религиозному, этническому, языковому. Поскольку общественно-политическая ситуация такова, какова она есть, эта дискриминация, к сожалению, неизбежна. Но я хотел бы, чтобы она была, по крайней мере, мягкой, а не жесткой. Есть какие-то вещи, которые я могу принять. Ну, скажем, да, власть должна говорить по-украински. Да, полиция должна говорить по-украински. Да, в судах должен быть украинский язык. Но лишать возможности русскоязычных людей издавать свои СМИ на русском языке, вот это как-то, извините, наверное, нехорошо. Лишать возможности проводить мероприятия на русском языке, это как-то вот совершенно недопустимо. Хорошо, простой пример. Телеканал «Интер». Вот сейчас скандал вокруг «Интера» с этими заявлениями ведущей во время 9 мая, которые выглядели, конечно, совершенно прорукционно. И что с этим делать? Вот, допустим, это не в языке же дело, дело в позиции. Можно ему по-украински воспевать. Путина, я страшно извиняюсь, я, конечно, не знаю таких случаев, но я думаю, что здесь дело не в языке, дело в менталитете, дело в дискурсе, дело во властном дискурсе, интерпопулярный канал. Вот давайте, что с этим делать? То, что между языком и взглядами в Украине существует корреляция, это безусловно. Но при этом обобщение вот такого рода, ты говоришь по-русски, значит, ты враг, ты говоришь по-русски, ты, значит, за Путина, ты рука Москвы, как мне сегодня сказали в Фейсбуке, опять же, что я рука Москвы. Вот это совершенно неприемлемые вещи. Ни в коем случае нельзя отождествлять язык со взглядами. Русскоязычный человек, это не означает, что он сторонник идеи русского мира. Русский мир, конечно. Русский мир, это не русский язык. Это идея русской экспансии. Вот это оправдание российской агрессии и так далее и тому подобное. Меня не надо здесь защищать, мне не нужны российские порядки здесь ни в коем случае. Но авторитаризм и тоталитаризм, он может быть, собственно, на любом языке. Мы это очень хорошо знаем. Вот для меня случай Интера, конечно, это вопрос, а не ответ. Я вот не знаю, что бы я с этим делала на месте украинцев, но какие-то санкции, конечно, я бы к ним применяла. У нас очень сложная ситуация. Это не разговор про литературу, это, опять же, разговор про дискурс, про широкое поле смысла. Сложность в том, что, с одной стороны, мы все хотим демократии, да? Да. А с другой стороны, мы находимся в состоянии таком полувойны, что ли, необъявленной войны, военного конфликта. Военного конфликта. Но некоторые уже предпочитают говорить слово война. Тут все, опять-таки, очень сложно. Даже политики, я политиков имею в виду, это же от политиков должно исходить. Но велотекущая война, и опять же, какая война, гибридная, не между государствами, не объявленная. Вот столько нюансов, и все это нужно оговаривать, чтобы не было недоразумений. Так вот, где кончается свобода слова, и где начинается измена Родины? И опять-таки, единого рецепта разобраться в этом нет. У каждого случая нужно рассматривать отдельно. Ну, тем не менее, позволю себе личное оценочное выступление. Этот случай Интера кажется мне, конечно, довольно вопиющим. Я уж не знаю, какие санкции могут быть использованы, но кажется, что должны. Когда ты не знаешь, чем занять внимание зрителей и слушателей, да, тебе надо быстро сделать круглый стол, то есть две универсальные темы. Одна тема, это является ли фантастика литературой, да. Тут же приходят фантасты, они начинают шуметь, кричать, нет, литература, нет, не литература. А вторая тема, это как раз, нужен ли в Украине русский язык, да, значит, и русские книжки. И вот тут, значит, каждый раз можно говорить вечно, да, это как смотреть на бегущую воду. Значит, и с моей точки зрения, как раз с фантастикой в Украине все обстоит более чем хорошо. И, видимо, как ни странно, показателем того, что все хорошо, является то, что почти нету жанровых серий. Да, вот того, что мы имеем в России, эти многочисленные обложки эльфийской фэнтези, романтической фэнтези, вот этой, попаданцев, вот этого вот всего чудовищного трэша, его здесь просто нет. Он поставлялся из России. Как только он перестал поставляться из России, то выяснилось, что фантастика оказалась точно такой же на полных правах литературой, как и, собственно говоря, все остальные субжанры, да, от реализма до каких-то, да, я не знаю, детективов или городских романов или чего угодно. Значит, и, собственно, чем это, наверное, обусловлено тем, что если мы покопаемся в историю украинской литературы, то мы выясним, что писатели-модернисты, которые с огромным рвением ее, собственно, делали, да, они совершенно, как все модернисты, да, как английские модернисты, да, как ирландские модернисты. Как Метерлинг, наверное. Да, они не чурались фантастике. Как австрийские модернисты. Как австрийские, как Майринг, да. Они не чурались фантастики, да, это лесовая песня Леси Украинки, по которой сейчас поставили мультик, который показывали на Комик-коне вот здесь вот вчера, да, это «Тени забытых предков», да, Катюбинского, и так далее, и так далее. И поэтому фантастика здесь всегда была просто одним из способов, да, разговора с считателем, а не жанром, который, так сказать, очень хочет слупить бабки. И она была, собственно, прибежищем интеллектуалов. И, в общем-то, она здесь такое и осталось. Дело в том, что один из культовых украинских писателей и националистов, достаточно во время советской власти, от ГБУхи потерпевшей, да, это Алай Сберник. Это космист, это философ, да, он фантаст, да, он одна из самых культовых фигур сучастно-украинской литературы. Значит, и поэтому, как мне кажется, вот это вот очень резко отличает сейчас российскую фантастику от украинской. То есть в российской фантастике работают очень крупные фигуры. Работает Пелевин, работает Сорокин, да, работает, я не знаю, Алексей Иванов работает в фантастике, да, Мамлеев работал в фантастике, вот российская фантастика, да, тогда все нормально, если убрать вот все вот эти вот чудовищные трэшевые серии, которые вообще не литература. А если говорить про то, почему внезапно часть российских фантастов стала кименео-патриотами, российскими нео-патриотами я имею в виду? Ну, были мы довольно долго рассуждали на эти темы, и колонки я в свое время писала, и в Фейсбуке какие-то, значит, по этому поводу терки были, и здесь мы это обсуждали много раз. И, в общем-то, пришли к выводу, что фантастика на самом деле это имперский жанр, да. Значит, во-первых... Потому что он связан с расширением пространств, с путешествиями в другие миры? Он связан до какой-то степени с претензиями нации на имперскость. Потому что если мы посмотрим на фантастику начала XX века, то мы увидим, что это английский. Кто там рулил? Там рулили англичане. Да, Киплинг, который тоже не чурался фантастике от него. Да, Уэллс. То есть фантастика манифестирует имперские устремления нации. Да, и поэтому то, что в России фантасты заняли вот эту вот позицию, то, что называется собирание земель, да, мягко выражаясь, да, то в этом ничего удивительного нет. Если мы посмотрим по-своему империя Америка, очень по-своему, но империя. И если мы посмотрим на крупнейших фантастов, идеологов фантастики, как Хайнлайн, да, например, то окажется, что это все поэзия фронтира. Да, это воспевание фронтира, это освоение Луны, это освоение Марса, это некие новые практики, которые приходят к человечеству путем освоения этих земель. Это та же самая Урсула Легуин, гуманитарнейший фантаст, да, с ее хайнским циклом, да, который тоже огромная космическая империя, на мягких каких-то основаниях, но империя. Вот, поэтому это, в общем-то, признак страны с имперскими аммициями, скорее всего. Ну, и, может быть, с имперскими комплексами. И с имперскими комплексами, да, потому что если ты не можешь что-то выиграть в реальности, если ты не можешь ситуацию как-то наладить, то давайте мы эту психотравмирующую ситуацию, давайте мы ее перепишем, да, давайте мы попадем в прошлое и выиграем, да, все проигранные войны. Да, вот эта вот истерика этих попаданческих литератур, она в чем заключается? Что мы сейчас поправим все ошибки, да. Отправимся в прошлое. Отправимся в прошлое, да. Кто такие попаданцы? Это люди, которые попадают в прошлое. Да, причем они какие-то спецназовцы, или они какие-то инженеры, или они какие-то, они сейчас придут, я не знаю, к Кутузову и скажут, может, он получше, значит, все-таки вел свою компанию, да. Или они придут там, научат лить пистолеты, пушки, значит, и так далее, Ивана Грозного. То есть это такая вот чисто сублимационная литература, и именно то, что она появилась в России где-то лет 15 назад, это был уже очень дурной признак. И я как бы кричала, что дурной признак, вот посмотрите вот на эту истерику сублимациями. Все говорят, а ничего, это только сублимация, значит, все будет в порядке. Но это был скорее то, что называется градусник такой, симптом, который потом вылился действительно в реальные вот эти вот, то, что называется, имперские перты. Смотрите, друзья, Маша говорит о довольно важной вещи, о том, как, о способах работы массовой культуры с прошлым. Я бы сказала так. И вот, ну, фантастика как род массовой культуры в России превращается вот в эту сублимацию или субкомпенсацию. Мне очень любопытно, существуют ли в Украине какие-то аналоги, но, например, Феликс Австрия, София Андрухович, это же тоже попытка говорить о некоем прошлом, как-то его описывать. Юра, что скажете? Феликс Австрия, это пример прямо противоположный. В Феликсе Австрия, София Андрухович, собственно, закрывает миф о прекрасной и счастливой империи. Вот, вот, вот. О том, что там было все чудесно, замечательно. Да, где-то что-то было как-то и неплохо, безусловно. Но история неумолимая, и мы знаем, чем все закончилось. И вот это ощущение неизбежного конца в романе Феликс Австрия, это одна из главных его тем. Но я бы хотел сказать о другом примере, потому что вот он как раз в десятку попадает. Речь идет о романе Александра Ерванца «Харьков 1938», который просто все то, что Маша Галлина говорила о русской литературе, русской фантастике, работающей с прошлым, например, все это сделал Александр Ерванец в этом романе. То есть он представил себе ситуацию, что в 2018 году украинское государство выстояло, состоялось, сохранилось, стало более могущественным, чем государство российское, и вершит свою геополитику, например, дружит с нацистской Германией. Есть два аспекта касательно этого романа. Во-первых, это мысль о том, что как ни крути, а все равно танк получается, или автомат был такой анекдот, да? Как ни крути, а все равно мы выходим на тоталитаризм в 30-е годы 20-го века. А с другой стороны, есть явное ощущение, что этим украинским тоталитаризмом или авторитаризмом Ерванец искренне любуется. Ему нравится, ему хотелось бы, чтобы так оно все было. Для меня вот это чувство было таким жутковатым. Отдельная история о том, как русские изображены в романе «Харьков 1938». Там действуют русские поэты, Ахматова, Гумилев, современные русские. Там изображен Александр Кабанов. Они все изображены клиническими идиотами, которые повторяют фразы из российских телепередач в духе Соловьева и Киселева. То есть они общаются приблизительно на таком уровне. Они так там выведены. Но пример очень яркий, очень характерный. Ну, я бы тут сказала, что и у Сорокина, это в общем, в «Голубом сале» все писатели русские классики выглядят, мягко говоря, ну вот похожим примерно образом. Сорокин препарирует культ. Здесь немножко другая история. Сорокин берет вот этот существующий в русской ментальности культ великого писателя. И, естественно, делает с ним жуткие вещи. Завязывает его в узел, рубит на мелкие кусочки. У «Ирванца» все-таки немножко другая история. Ну, мне показалось, я видела интервью с ним, мне показалось, что он сам довольно иронически относится к своему роману. Он вообще человек иронический, да, он относится иронически, но, тем не менее, ирония не отменяет серьезности. Это парадокс, может быть, потому что я сейчас говорю какие-то вещи близкие, как к Сюморну, но вот к иронии мы часто прибегаем, чтобы скрыть серьезное отношение к чему-то. Мы на людей выносим вот эту иронию, а серьезность где-то внутри остается. Роман получил известность? Роман получил известность. Роман вошел в шорт-лист книги года Би-Би-Си, но, к счастью, приз не получил. К счастью вашему? К читательскому и профессиональному. К читательскому тоже счастью, потому что, ну, я не думаю, что это та книга, которую следовало бы награждать. Володя, вас прошлое давнее или недавнее занимает? Прошлое 20 века, прошлое вашей семьи. Собственно, если можно, писательская кухня, о чем вы пишете сейчас? О чем ваша книга? В общем, ну, в том числе как раз и о прошлом тоже, да. Потому что я как-то раньше не поднимал эти вещи, никогда старался в себе переживать. А вот все эти, благодаря России, спасибо, выучил украинский язык наконец-то, и задумался о каких-то вещах, о причинах и мотивах собственных, о некоторых структурно-образующих вещах, которые как бы не существовали во мне, но никогда не проговаривались мной даже для самого себя, да. Вот. Ну, а роман, это такое, в общем, тоже сказка для взрослых. Я бы не стал все-таки как бы всю фантастику сводить именно к фантастике в жанровом смысле, потому что на самом деле я для себя вижу вот такого рода мышления родилось в Европе с Андерсоном, как родоначальником авторской сказки. Авторская сказка и фантастика – это принципиально разные вещи. Вот кто-то работает на фантастическом поле, а кто-то, как я, допустим, я пытаюсь работать в жанре сказки, авторской сказки, и мне кажется, что это такое… Для меня единственное возможное – оптимальный вариант мышления. И вот там человек, личный герой, где-то совпадает со мной, но, конечно, очень относительно. Но какие-то вещи, именно связанные с памятью, прорабатываются, да, и потому что еще прорабатываются. Там, на самом деле, роман сознания. Вот, то есть человек претерпевает какие-то существенные изменения в сознании, сам не понимая, что с ним происходит. А когда он начинает понимать, обратно дороги нет. Вот. И он уже вышел из себя, каким он был раньше, но прийти никуда он не может. Потому что он приобретает некоторые совершенно другие, в том числе, антропологический статус. А все происходит в современном мире? Современный Киев, да, абсолютно. И дело прямо в Киеве происходило? Прямо в Киеве, да, там узнаваемые места, станции метро. Я не... А прошлое этого героя каково? Оно похоже на вашу биографию? Похоже? Ну, там что-то есть, конечно, потому что там, естественно, упоминается Донецк, потому что в этом смысле герой тоже переселенец, как и я. Да, тоже как бы вот он. Но там вот эти вот все болезненные вещи, которые в последнем романе опубликованном, я там вот эти военные... Военные, да. Вот. Я сознательно решил уйти именно от болевого порога, потому что мне очень больно писалось тут роман. Вот. Поэтому в этом романе я пытаюсь максимально уходить от именно военной темы, как военной темы, при этом оставляя вот эту проблему сознания человека, который переживает эту войну внутри себя. И война внутри себя – это война времен. На самом деле, это война вот чего-то происходящего и чего-то, что было ранее. И это примирить невозможно. А как дальше жить? Потому что жить-то как-то надо. Или надо как-то умирать. Ну, в общем, такой... Я не хотел бы открывать какие-то вещи, но... Нет-нет, спойлеров не будет. Спойлеров не будет. Мы наметили только как бы некий образ. А можно я спрошу вас о вашей семье? Как они оказались в Донецке? То есть откуда они, корнями? Да, там разные-разные истории, да. Потому что... Но по отцовской линии, это из Белоруссии они приехали. Вот я думаю, что в начале... В первой трети XX века они из Белоруссии переехали. По каким-то причинам, и все это как-то не очень обговаривалось. А по материнской линии, вот, дедушка был мой, царство небесное Алексей Егорович. Я знаю о нем, что его родители большевики расстреляли на глазах детей. Они были очень состоятельные люди. Вот, эти дети, по-моему, их пять человек было. Они пешком шли в Киев с сумками, побираясь. Вот. А мама мамина еще жива, но уже очень больной человек. А вы с ней? Они лосицкие. Я так понимаю, что это возможно даже польские евреи, которые каким-то образом оказались в Украине. Может быть, ну, потому что я просто... Все эти связанные семейные предания, они находились все время под замком. Никогда... Как у многих у нас. Никогда об этом не говорились. Я помню только, когда уже дедушка умер, бабушка меня посадила на кухне одного причем. У меня еще есть брат. Она мне какие-то вещи рассказала. Говорит, я тебе рассказываю, потому что... Чтобы не ушло со мной. Потому что даже, я думаю, что, может быть, даже мой отец не знает. Потому что был коммунист, партийный, верующий в эту идею. Замечательный человек, очень порядочный, очень честный. Я не уверен, что он знает те истории, которые мне рассказала бабушка. И вот, в частности, вот эти вот вещи я в последнем романе поднимаю. Вот я только хотела сказать, вы используете что-то из этой информации? Поднимающих и наполняющих объем сознания этого героя. Я спрашиваю вас об этом, потому что в России, в интеллектуальной России, в той России, которая против войны в Украине и против политики Путина, как раз тема семейной памяти становится очень важной. Я имею в виду читающую публику, университетскую публику. Люди обращаются и к своим архивам, и, наверное, одна из самых популярных книжек этого полугодия, это «Память и память» Марии Степановой, которая использует и свою семейную историю, но в гораздо большей степени она показывает нам культурные механизмы работы памяти на примере и американских, и европейских источников художники, которые работают в системе памяти. Вот, собственно, главное ее... Тут я бы хотел заметить, что у замечательной книги Марии Степановой есть своеобразный аналог, что ли, конечно, неполный, далеко не полный, но частично, да, это книга Кати Петровской «Мабудь эстер», которую Катя, человек из Киева, русскоязычный человек из Киева, закончившая Тартусский университет, как и я, написала в Германии, она там живет с семьей уже около 20 лет, на немецком языке, и эта книга была переведена на украинский, перевел Юрко Прохасько, и пока она не переведена на русский, это был тоже своего рода вызов, и для Кати было очень важно писать эту книгу не на родном языке. Она говорила о том, что писать такие вещи на русском ей было бы просто тяжело. Более того, она даже говорила некоторое время, что она не хочет видеть русский перевод этой своей книги, что это тоже для нее было бы болезненно. Но прошло время, и вот, насколько я знаю, ее установки изменились, так что, возможно, русский читатель тоже сможет прочесть эту замечательную книгу. Но тут надо добавить о том, что эта книга связана с еврейскими корнями Кати и с поисками разбросанных фигур. Собственно, как и у Марии Степановой, в этом они близки. Утраченные, разбросанные фигуры. Просто у Кати география, видимо, шире, потому что там... А, ну, хотя у Маши тоже есть Америка. У Маши очень широкая география, да, там очень интересные вещи и про Северную Россию, и про Южную Россию разброс достаточно большой. Маши, если говорить о соотношении русской и украинской литератур в целом на украинском поле, то в целях национального строительства, как вы думаете, есть смысл запрещать какую-то русскую литературу? Или как это должно развиваться? Извините, если я довольно грубо формулирую... Я понимаю, ну, вы понимаете, о чем я имею в виду. Я сейчас скажу здесь, как бы, подмена некоторой формулировки. Никто русскую литературу в Украине не запрещает. Запрещают ввозить ее в коммерческих количествах. Да-да-да, я ровно это имею в виду. Очень хорошо. Значит, мы все знаем, что во Франции, которая очень заботится о своем кинематографе и о своей литературе, существуют квоты для национального кино. И там, скажем, меньше, чем больше 30% ввозного кино просто не может быть в показах, в таких коммерческих, чтобы поддержать свое кино. Значит, здесь же то же самое, фактически. Украина была завалена дешевой и не всегда адекватным российским трэшем. Да, все вот эти вот слепой против там бешеного, все, значит, эти какие-то криминальные детективы с теми же какими-то имперскими комплексами, с теми же... Этого нету. Оказались востребованы свои авторы, которые давно умеют писать, у которых давно уже были какие-то наработки, но которые они не могли продать из-за конкурирующей, да, вот этой жесткого давления конкуренции. Значит, сейчас, если мы придем на книжный арсенал, который будет, мы увидим великолепную полиграфию, мы увидим великолепные переводы, очень хорошие. Институт перевода в Украине всегда был очень хорошим. И мы увидим прекрасные книжки на украинском языке. По-моему, это только хорошо. Я тут не вижу никакого... Хочешь покупать русские книжки, да бога ради, есть там Амазон, есть Азон, есть, в конце концов, всякие пиратские ресурсы, где, по сути, все, кому жалко денег, да, на Азона, на Амазон. Ну вот, и никто их запрещает. Никто. Володя, конфликтная для вас все-таки ситуация отношений русского и украинского. Я поняла, что она для вас плодотворная, как для писателя, но как для читателя и наблюдателя, и жителя, гражданина, вы ее считаете конфликтной, разрешимой или нормальной, и живой, и соответствующей современному, так сказать, состоянию и политики, и социума? Что скажете? Ну, проблема... Конечно, есть проблема. Ну, проблема, на самом деле, заключается в том, что очень трудно спорить людям, как я вижу, как мне видится, спорить и находиться при этом в культурном поле, то есть культурными инструментами руководствуясь, вести какие-то достаточно серьезные и, может быть, жизненно важные для себя какие-то вещи. Вот это очень сложно. Что касается лично меня, да, то я как бы просто крайне бываю удручен, когда случайно в Фейсбуке я вижу, как люди, которые симпатичны мне, с той стороны и с той стороны ведут дискуссии, и они страшно друг друга обижаются и обижают друг друга. Вот это мне очень неприятно. Вот это самая неприятная и удручающая меня вещь. Что касается всего остального, я, конечно, понимаю, у каждого своя ситуация, каждый смотрит немножко со своей стороны, со стороны своей жизни, да. Но я думаю, что пока, 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 на самом деле, ничего катастрофического еще не случилось. И пока, пока, мне кажется, что все эти возможности страшные там по поводу, значит, страшной дискриминации или чего-то такого там русского языка или, наоборот, каких-то вещей, они немножечко предвосхищаются людьми для того, чтобы придать остроты собственной точки зрения. Вот. С другой стороны, когда разговаривают и те, и другие, вот и те, и другие не учитывают, что ведут разговор и общаются и решают какие-то такие вещи в стране, которые воюют, и те, и другие должны выполнять определенного рода движения в пространстве, в том числе информационном, учитывая эти вещи. Вот они этого не делают, это тоже меня удручает. Вот. Но вообще, по большому счету, поскольку я, вот у меня вся эта ситуация, она меня научила за 4 года прежде всего предъявлять претензии к самому себе. И я свожу счеты с собой, а не с другими, да? Вот. И когда так относишься к жизни, так относишься к вопросу, легче во многих вещах. Спасибо. Владимир Рафеенко и Юрий Владырским. Заключительный спич. Во-первых, да, я хочу уточнить, что нет запрета на ввод, на ввоз литературы из России, но он сейчас весьма затруднен. Для меня лично ничего хорошего в этом нету. Меня совершенно не интересует тот трэш, о котором говорила Маша. Меня интересует хорошая переводная литература. К сожалению, в Украине она издается на порядок меньше. Это где-то действительно на порядок. Кроме того, в Украине нету русских переводов. Кто-то с большей легкостью переходит с языка на язык, кто-то с меньшей. Я принадлежу ко второй категории. Я свободно читаю по-украински, но по-русски мне читать комфортнее. Это мой родной язык, никакой другой язык его не заменит. Так уж со мной случилось. И, собственно, это мой хлеб. Я пишу в основном об этих переводных романах. Даже если будет запрещен ввоз вообще всей российской литературы во времена интернета, мы уже понимаем, что все равно, если человек захочет, он будет читать по-русски. Поэтому я не думаю, что запреты это хорошо. Вот я не люблю я запреты. Мне не кажется, что с их помощью можно решить проблему. Что касается проблемы вообще языковой, то, на мой взгляд, единственное правильное сейчас решение заморозить ее, не трогать, потому что любое действие в этом поле раскалывает общество, неизбежно раскалывает общество. Позволить себе раскол общества во время войны, ну, по-моему, это очень недальновидно, и как раз Володя прав, говоря о том, что мы этого не учитываем. Любой раскол – это на руку России. В стране огромное количество проблем. И языковая проблема – это всегда возможность для спекуляции различными политическими силами не трогать, оставить вот сейчас, заняться реальными реформами. Это то, чего наша власть, к сожалению, не делает. И вот от того, какой будет вектор дальше в украинской власти, мы будем по-прежнему разделять людей по языковому признаку или пытаться реформировать экономику, суды и все остальное. Вот от того, в какую сторону пойдет украинское государство, непосредственно зависит его будущее. Юрий Володарский, спасибо. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода» и «Телька в настоящее время» программу «Свободов клубов» в Киевской студии Украинской службы «Радио Свобода» на фестивале «Киевские лавры» о языке врага, о врагах речи. Мы сегодня говорили о том, как обществу следует относиться к языковым проблемам, мы сегодня говорили с литературным критиком Юрием Володарским, писателем Владимиром Рафеенко и писателем Марией Галиной. Спасибо, друзья. Вела программу Елена Фанайлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова